здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я психолог практик также я богослов по образованию мы сегодня с вами вместе сделаем психологический разбор одного человека вернее не его как человека того сообщения которое мне было отправлено вчера ночью очень любопытное предложение мне кажется это будет на пользу тем кто так скажем не хочет подпасть под влияние манипуляторов какой-то возможно момент жизни не самый благоприятный люди которые пытаются в момент вашей малейшей слабости поставить вас в позицию снизу позицию человека нуждающегося каким я не являюсь от слова совсем сообщение полу предложение полу намек полу вредные советы добрые советы ну давайте к делу приступим первых я хочу сказать что это изначально человек который просил у меня помощи в итоге консультацию он так и не взял но приглашал меня куда-то там встретиться и оплатить это как консультацию я сразу сказал что я психолог онлайн и живые встречи не провожу я так понимаю что может быть даже это человека как-то задело хотя в целом каждый психолог сам имеет право устанавливать как он будет работать онлайн или оффлайн женя поздно ложитесь рано встаете во первых что же за обращение жени это не друг мне это просто человек который мне написал который посмотрел канал то есть я считаю что люди которые уважают психолога они на должны меня называть по имени отчеству уж простите но мне так кажется очень много работает рано ложитесь ой поздно ложитесь рано встаете вот смотрите одно и тоже можно посмотреть как то что можно человека за что уважать ценить как то же самое можно перевернуть так что как будто бы вызывает какую-то жалость мол если человек много работает значит он достоин жалости хотя я считаю что это должно вызывать уважение если женщина много работает хорошо зарабатывает с родственниками все понятно мы их не выбираем они нас тоже почему бы вам не присмотреться и выбрать надежного спутника жизни который бы взял ответственность за вас и вашу дочку вот смотрите здесь идет какой-то полу намек как мне кажется мол я этого достоин вот именно я такой человек который тебе нужен но опять же это идет не напрямую а с каким-то знаете если я скажу что да мне нужен такой человек то человек скажет круто типа я готов взять ответственность если скажешь нет то как бы человек скажет а я и не себя имел ввиду да то есть оставляет себе запасные пути тому чтобы остаться неуязвленным так скажем да что это как будто не про меня что значит взять ответственность за меня и за дочку если я взрослый человек за меня никто не должен брать ответственность понимаете женщины мои дорогие кто смотрит мой канал никто кроме вас не должен брать за вас ответственность если кто-то пытается взять за вас ответственность то он ставит вас в детскую позицию В позицию снизу. Читаем дальше. Заботился о вас дочкой, взял бы к себе в дом или в квартиру? Вот смотрите, как интересно получается. Взял к себе в дом или в квартиру. То есть получается, что женщина – это какая-то вещь, которую можно взять из одного места, переложить в другое место. Это не личность. То есть, ну, судя вот по тому, какое использовано выражение, да, взял вас к себе. Вот если вам такое предлагают, сразу же имейте в виду, что вас не воспринимают как личность. Если что-то не заживется, пишет дальше, всегда можно развестись с супругом. Вот смотрите, если что-то не заживется, то иногда так бывает, что у тебя уже на тот момент появляется, например, биохимическая зависимость. Если ты сделал какое-то слишком резкое... Если ты в жизни сделал слишком какое-то резкое решение, не совсем правильное, то потом не так-то просто из этого всего выйти, как правило, бывает. Потому что, наверное, те, кто на канале, это знают. Отличить эмпата от нарцисса и психопата вы сможете. Да, вот это правда. Поэтому я сразу заблокировала человека. Да, такие мужчины сейчас вымирают, как мамонты, которые мечтают о семье. Но они еще есть. Это те, которые жили в неполной семье. Далее. Или сироты. Смотрите. Те, которые жили в неполной семье, это, конечно, не потерянные люди. Но там нужно так глубоко работать над собой, чтобы вообще построить здоровую семью. Нужна большая работа над собой, как минимум. Я не говорю, что эти люди не способны на здоровую семью. Но если вы хотите прямо вот минимальные риски, в том плане, чтобы выйти замуж и построить здоровую семью, то вы должны выбирать мужчину, у которого была полная семья, и который видел на своем примере в детстве, как нужно строить отношения. Иначе это будет просто вслепую, как котенок. Здесь, наоборот, куча паттернов к тому, чтобы как-то по итогу плохо отношения построить. Потому что человек просто не видел даже примера, если мама была всегда на работе, или вообще это была сирота. Ну, как бы здесь явно вредный совет вообще, который приведет в никуда. Подумайте, Евгения, очень жаль, что такая отзывчивая, красивая девушка одна воспитывает дочь, копит деньги на жилье. Почему очень жаль, если женщина хорошо зарабатывает и копит на свое жилье? Я считаю, что, наоборот, круто. Это вызывает уважение у нормальных, адекватных людей. Если она при этом при всем независимая, и не бросается во все тяжкие, и не бежит к первому встречному, лишь бы сбежать от своих проблем. Она, наоборот, взяла полную ответственность за свою жизнь, за своего ребенка, и мало-помалу продвигается, как бы, к своей мечте. Ну, и что тут? Последнее. Последнее. Родственники коршунами над головой парят, ядом плюют. Извините, не сдержался, смотрю последнее видео ножом по сердцу, извините, Бог, помощь, дай вам, Бог, полную семью. Вот смотрите, что это за описание? Родственники коршунами, парят, какой-то просто... Человек просто меня погружает в какой-то транс, того, что у меня все плохо. Хотя в жизни, в каждой есть и светлые моменты, и негативные. Так же точно и в моей жизни не все, конечно, идеально, как и у всех, но не до такой степени, чтобы прям надо мной коршунами кто-то пырил постоянно. Я вполне себя нормально ощущаю в жизни, и все не так плохо, как может кому-то показаться. Вот смотрите, человек говорит, дай вам, Бог, полную семью. А он вообще спрашивал, нужна ли мне эта полная семья. Может быть, мне хорошо одной. Может быть, я себя чувствую свободной. То есть получается, на меня навешивают какое-то чужое желание, не мое. Хотя в целом я себя прекрасно чувствую. Так что, мои дорогие, старайтесь отличать добро и манипуляции. Берегите себя. Спасибо.